Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ГРТ. Сегодня выпуски. Газпром начал поставлять газ в Молдову по рекордным ценам. Фермер Петр Златовчин занимается экологическим хозяйством. Анна Варбан более 40 лет проработала в колхозе «Авангард». 21 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Газпром начал поставлять газ в Молдову по рекордным ценам, которые достигли 440-550 долларов за тысячу кубических метров. Об этом в эфире радио «Еуропа Либера» заявил один из директоров Национального агентства по регулированию в энергетике Штефан Крянге, сославшись на предоставленную газовым монополистам АО «Молдова Газ» информацию в Наре. В июле глава правления АО «Молдова Газ» Вадим Чабан заявил о грядущем повышении цены на газ. Тогда он объявил о том, что газ подорожает не менее чем на 30%. Правительство никак не отреагировало на это заявление руководителя монопольной компании, в которой у правительства 35,33% акций. Сегодня молдавские потребители газа платят по 4 лея 63 бана за 1 кубический метр газа. В связи с сокращением количества учеников в этом учебном году продолжается процесс оптимизации школ в Республике Молдова, сообщает ЕНИОС. Пока неизвестно точное количество учреждений, которые будут объединены в этом году, поскольку многие из них находятся в процессе реорганизации. За последние три года было реорганизовано 46 учебных заведений, а закрытые школьные здания остались в запущенном состоянии. Пять лет назад в школе села Петросы Фалежского района из-за небольшого количества учеников было принято решение закрыть гимназию, и теперь дети посещают школы с соседних сел. Жители села с ностальгией вспоминают времена, когда в заведении кипела жизнь, но они хорошо понимают, что содержать школу без учеников неэффективно. Решение о закрытии школ принадлежит местным властям. Финансирование, которое рассчитывается в зависимости от количества учеников, не позволяет тратить государственные деньги на небольшие учреждения. По данным Национального бюро статистики, на начало 2019-2020 учебного года в Республике Молдова насчитывалось 1255 начальных и средних учебных заведений, в которых обучались чуть более 333 тысяч учащихся. Простой подсчет показывает, что почти за два десятилетия количество учеников уменьшилось примерно на 300 тысяч, а количество школ почти на 20%. По данным Минобразования, за последние три года реорганизовано 46 общеобразовательных учреждений. На новый 2021-2022 учебный год окончательных данных о количестве школ нет. И это связано с тем, что некоторые учреждения все еще находятся в процессе реорганизации. Оптимизация школ началась в 2010 году, однако решение было принято намного раньше. В 2004 году и направлено на эффективное использование средств государственного бюджета, а также на обеспечение качества образовательного процесса. В общественную кампанию ГРТ обратился председатель Совета старейшин ГГУЗИ Василий Арнаут с просьбой в канун Дня пожилого человека показать жителям автономии, как сегодня живут люди, которые вложили немало труда во благо своих населенных пунктов. Анна Варбан более 40 лет проработала в колхозе «Авангард». Анна Георгиевна Варбан, 1934 года рождения. Несмотря на то, что она выросла в многодетной семье, в то время все жили в согласии и дружбе. «Мама рассказывала, что я родилась в 1933 году, на второй день Пасхи. Когда я была маленькой, началась война. У мамы нас было 14 детей». В первый класс она пошла в 10 лет. «Почему так поздно?» – рассказывает Анна Георгиевна. «Говорили, что румыны в школах детей избивают. Это стало причиной тому, что меня так поздно в школу отдали. Я окончила первые 4 класса в третьей школе, а затем здесь же 7 классов». В 1952 году Анна Варбан начинает свою трудовую деятельность в новом колхозе. За 40-летний трудовой стаж успела проработать на должности звеневого учётчика и кассира. «Работала сначала учётчицей в огородной бригаде. В один день ограбили кассу колхоза, и меня после этого назначили на должность кассира. Три года проработала там и вернулась в правление». В свои 34 года Анна Георгиевна овдовела. Осталась без денег и с четырьмя детьми на руках. «Получала пособие на детей. Только один рубль в кармане имела. Мужа колхоз помог похоронить. Тяжко было, но я сумела детей поднять на ноги». У Анны Георгиевны 9 внуков и 16 правнуков. Многие из них к бабушке заглядывают часто. Помогают. Одну не оставляют. «Получаю 1800 лев пенсии, но большую часть трачу на лекарства. Получаю талоны на хлеб. Сейчас жду, чтобы примария поможет с дровами на зиму». Так сегодня живут пожилые люди, которые, не жалея себя, проработали в колхозах, на фабриках и заводах большую часть своей жизни. Так живет и наша героиня Анна Георгиевна Варбам. Алена Терзи, Владислав Табачук, Мария Казаку, ГРД Новости. Фермер Петр Златовчин занимается экологическим хозяйством. Наш корреспондент побывала на эко-огороде и узнала, каким был экспериментальный год для начинавшего в этом деле агрария. Один из местных фермеров села Кирсово, Петр Иван Златовчин, в этом году решил заняться выращиванием экологически чистой продукции. Это овощей, а также арбузов и дынь. Петр Златовчин давно занимается сельским хозяйством, в основном полевыми и пропашными культурами. Но в этом году по настоянию зятя решили попробовать на 14 гектаров выращивать экологически чистую продукцию. Посадили традиционные овощи и ягоды. Благоприятные погодные условия нынешнего года дали возможность собрать богатый урожай картофеля, лука, перца, томатов, арбузов и дыни. Спасибо Богу, что в этом году был такой урожайный год. Много труда вложено в этот огород. Очень много ручного труда, скажем. Не только не будем считать механизированный труд. Эти культуры всегда показывали в Молдавии прекрасный результат. Но именно в этот год, как был урожайный, имеется в виду дожди были и тепло было, все было отлично. Экологическое сельское хозяйство – это перспективное направление для Молдовы, несущее множество преимуществ, таких как плодородная почва и низкий уровень загрязнения природных территорий. В результате введения экологического хозяйства мы получаем полезные продукты без использования синтетических удобрений и пестицидов. Также выращенные овощи и фрукты содержат гораздо больше питательных веществ, необходимых человеческому организму, говорит фермер. Мы не используем удобрения, а содержание нитратов – это зависит от количества удобрений, внесенных в землю. От болезни есть много препаратов, которые именно, скажем, по Молдове допустимая норма различных элементов. Всю выращенную продукцию реализуют прямо с поля у дороги. Цены, как говорит фермер, ниже рыночных. Люди с охотой берут, почему? Потому что у нас получаются самые низкие цены тут на юге. Мы опустили цену, потому что рынок насыщенный, привозят с Европы, с Турции привозят, поэтому и окупается. Окупается, только минимально окупается. Не знаем, как будет в будущем, будем выращивать, не будем. Все зависит от подсчетов к концу года. Заниматься экологически сельским хозяйством можно, говорит Петр Иванович, но для этого нужны не только финансы, но и самое главное наличие воды. Поэтому они установили оросительную систему. Естественно, у нас, кроме дождей, у нас было порядка два месяца дождей практически не было. В Кишиневе было, там Чемишли было. У нас не было, но у нас есть установка, которая поливает. Мы сделали его, купили, частично отремонтировали. И полили, уже практически все поливали. И лук поливали, и морковку, и капусту, и помидоры. Арбузы не поливали, они и так выросли. Прекрасно выросли. По результатам этого года можно сделать вывод, что при правильном подходе наличия техники и рабочей силы можно успешно заниматься выращиванием экопродуктов, которые в последние годы стали популярны среди населения. Да и много молодежи сегодня предпочитают вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Инна Деканцев, Сергей Георгиев, Артем Топал, ГРТ Новости. Фестиваль «Бессарабская осень-2021» пройдет в Кишиневе с 20 по 24 сентября на территории столичного дома-музея великого русского поэта Александра Пушкина. Подробности в сюжете. 201 год назад великий русский литературный гений Александр Пушкин прибыл в Кишинев, в Южную ссылку. Бессарабский период стал одним из самых плодотворных в творчестве русского классика. 21 сентября в музее состоялось важное и долгожданное событие – торжественное открытие мемориального домика Александра Пушкина после ремонтно-восстановительных работ. Экспозиция в домике музея открыта. И сегодня происходит небольшая церемония открытия. Экспозиция полностью готова. Воссоздано все то, что было ранее. Именно здесь проживал Александр Сергеевич. Все предметы именно того времени и экспозицию помогали создавать музеи веды из Российской Федерации, специалисты по музею Пушкина. Хорошим дополнением к важному событию стал концерт классической музыки, подготовленный учащимися лицея имени Сергея Рахманинова. 22 сентября пройдет открытие выставки «Неувял, авидиев, венец», приуроченной к 200-летию написания стихотворения к «Овидию», по окончанию которой состоится спектакль «Пушкин и Овидий». В этот же день состоится заседание круглого стола «Пушкин и наше время». В четверг в формате онлайн будет представлен проект «Пушкинская тропа» по улочкам Старого Кишинева. Руководитель Ассоциации русских писателей Республики Молдова Олеся Рудягина проведет презентацию новой книги про зрение. В этот же день состоится встреча с художником Сергеем Сулиным. В четверг театр на улице Рос покажет сцены спектакля «Мертвые души». 24 сентября – заключительный день фестиваля. В музее откроется выставка «Черепица из Бессарабии» и «Пушкинский Кишинев» в фотографиях XX века. В сквере музея пройдет шахматный тур. 21 сентября православные крестьяне отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. В православии этот праздник относится к числу двунадесятых праздников. Они связаны с событиями земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии. В православных церквях в Рождество Пресвятой Богородицы совершается богослужение. Сегодняшний праздник для нас очень значим, потому что сегодня один из двунадесятых богородичных праздников – это Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник для нас является очень величайшим событием, потому что с рождением Божьей Матери это является, как святые отцы говорят, началом дела нашего спасения, потому что мы знаем, что через Матери Божьей сам Христос воплотился, принял человеческую плоть, и Он пришел на землю для того, чтобы спасти каждого из нас человека. В народе говорят, что праздник Рождества Пресвятой Богородицы представляет собой астрономическую разницу между летом и осенью. В это время начинают осенние сельхозхозяйственные работы, а новый сезон начинает вступать в свои права. В этот день люди не работают, чтобы не потерять благословение и защиту Божьей Матери. Все религиозные праздники мы должны почитать. Что оно дает нам? Люди, которые приходят в эту церковь, в замечательную церковь, когда наши предки создали здесь, идешь, это духовный храм, Божий храм. И мне кажется, что когда мы ставим свечку, когда мы обращаемся к Всевышнему, и Всевышний дает некую энергию нам. Благодаря особому значению, которое Православная Церковь придает Пресвятой Богородице, ей посвящены четыре праздника в году – рождение Пресвятой Богородице 21 сентября, ведение во храм Пресвятой Богородице 4 декабря, успение Пресвятой Богородице 28 августа и покров Пресвятой Богородице 14 октября. По преданию, в день рождения Пресвятой Богородице нельзя разжигать огонь, потому что это принесет болезни в семье. В Молдове почти 119 тысяч женщин носит имя Мария. В переводе из древнееврейского имя Мария означает, согласно различным источникам, «любимая», «хозяйка», «госпожа», «великая звезда». На греческом языке имя Мария означает «красота и гармония». Ирина Караман, Мария Казаку, Андрей Вишинский, специально Хаберля. Далее прогноз погоды в Гагаузии. 22 сентября в Гагаузии ожидается переменная облачность, дождь. Влажность воздуха составит 58%. Атмосферное давление 761 мм ртутного столба. Ветер северо-западный 9 м в секунду. Температура воздуха. В Камрате ночью плюс 8, днем столбик термометра покажет плюс 14. В Чадерлунге ночью плюс 7, днем 14 градусов выше нуля. В Уконешках ночью плюс 8, днем плюс 15. Это были все новости на сегодня. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok